Здравствуйте, коллеги! Сегодня мы в Тюмени. И с директором розничной сети Русланом Смаиловым мы сегодня говорим про открытие в новом формате магазина здесь. И Магнит в очередной раз продемонстрировал, что они могут делать что-то новое и необычное. Руслан, давайте поговорим об этом. Расскажите о том, какой по счету сейчас этот магазин, о чем он, почему он такой. Поделитесь. Ну, как мы уже много раз рассказывали, у нас есть целая разработанная программа редизайнов магазинов большого формата, которую мы для себя сейчас пока еще не официально делим на супермаркеты и суперсторы. Мы начали программу этого разделения с разделения названий, кстати говоря. Теперь супермаркеты у нас разговаривают с Магнит Семейный, Гипермаркеты Магнит Экстра. И вот этот магазин один из нескольких десятков, которые мы включили в программу редизайнов в 2021 году. Как вы видите, магазин действительно необычный, это не стандартный редизайн, это редизайн тематический. Если я правильно помню, восьмой магазин, который мы делаем тематическим. Уже восьмой, потому что у нас есть еще два секрета. Этот получился чуть быстрее открыть и сделан он в тематике Менделеева, ученого нашего Менделеева, который родился в Тобольске. Да, это не Тюмень, но Тюменской области. Мы подумали, что было бы, наверное, здорово дать дань уважения великому ученому, который родом из Тюменской области. Очень много различных элементов здесь, но мы, наверное, об этом тоже поговорим. Магазин был не только отремонтирован, он был и перестроен. Здесь традиционно при редизайнах мы меняем покупательский путь, концепцию ассортимента. Поменяли полы, свет, оборудование полностью, производственную зону. С 18 тысяч СКЮ мы здесь ассортимент расширили до 22,5 тысяч, что, соответственно, повлияло на расширение линейных метров выкладки. Добавили стеллажное оборудование, добавили очень много зон для дополнительной выкладки. Палетные, в том числе, сезонные ассортименты, сезонные зоны. Ну вот, да, это такая глобальная работа, и в череде всех редизайнов он выделяется именно тематикой. А если говорить все-таки про Тюмень, у вас сейчас много магазинов идет в реновации, да, вот в формате экстра. А почему Тюмень выбрали? Он же далеко, то есть далеко от домашнего региона. Это по логистике достаточно трудный все-таки, мне кажется, регион, ну может быть. Вот, но почему его выбрали? Ну, магазин в любом случае необходимо было ремонтировать, да, чинить и приводить его в современные стандарты магнита. И в данном случае тематический дизайн, он по большому счету не сильно отличается от стандартного дизайна. Может быть, немного большее вложение. Но почему именно Тюмень? Во-первых, начнем с того, что когда мы определяем, какие магазины будут реновироваться, мы исходим не из общих каких-то внутренних ощущений, а, безусловно, исключительно от экономики. У нас есть экономические и финансовые требования на уровне компаний по инвестициям. И когда мы разрабатываем какой-то проект, мы, безусловно, учитываем эту составляющую. Тюмень – город богатый, большой, мощный, с большой покупательской способностью. И магазин этот тоже достаточно хороший в нашей сети. И делая этот редизайн, мы предполагали определенный uplift, рост продаж, который позволит нам окупить именно тематическую составляющую, инвестиции. Так был выбран Тюмень. Расстояние до Краснодара в данном случае не важно. – Ну и вот у вас все время такие очень разные тематики подбираются, да? Вот кто придумывает эти тематики? Как они, я не знаю, у вас там художественный совет, там, или еще кто-то, кто вот в итоге придумывает и реализовывает такое? Ну, я же понимаю, что здесь можно было там в нефть уйти в чистом виде, там, в нефть привязки. – Была такая идея. Была такая идея про нефть. – Ну, тематики мы придумываем сами своим узким кругом инициативной группы. И есть несколько направлений в разных функциях, кто занимается дизайном магазина. Это и естественная коммерция, и операции, и маркетинг играет очень важную роль. Но тематика, вот в этом магазине, как мы сейчас обсуждали, да, было несколько тем. – Выбрали все-таки Менделеев, как такую нейтральную, хорошую тему, благодарную тему, поддержка ученого, поддержка истории, создание всемирно известной таблицы периодических элементов. Вот. Так что работой над темой редизайнов занимается, ну, не очень большое, но достаточное количество людей из разных функций. – Вот всегда интересно посмотреть, что же в итоге еще и не прошло в проект. Если получится, я была очень рада, если мне, скажем так, покажете. Потому что на самом деле это то, что всегда за кадром остается. И все-таки было бы интересно это увидеть, может, в других местах. Ну, вот если говорить вообще про суперсторы, что в других суперсторах вы реализовали и сюда принесли, то есть есть какие-то вещи, которые явно отличаются, или вы просто как бы делали классический экстра с добавлением вот другого оформления. То есть есть ли что-то здесь явно новое? – Я не думаю, что здесь есть что-то прям явно новое для сети. Здесь есть явно новое для магазина. И это главное. Вообще сам редизайн, тематический он или нетематический, по сути это достаточно стандартный блюпринт, который у нами разработан и утвержден в зависимости от размера магазина и его ассортимента. Мы его реализовываем на базе магазина, а вот то, что мы видим вокруг, это, конечно же, уже обложка. Из-за технологий, которые здесь были внедрены, все эти технологии рабочие, все они уже опробированы и пущены в реализацию. Это экраны, терминалы сбора данных, мобильные принтеры, печать ценников, стационарные принтеры. Очень много чего было сделано в технологических цехах технологий производства. Ну, как понятно, касса самообслуживания. То есть это такой достаточно стандартный набор. Мы не пускаем в сеть то, чего не прошло в окончательном тестировании и подтверждении жизнеспособности, работоспособности с технологией. Поэтому Тюмень не является тестовой площадкой. И здесь, ну, вот таких вот прям новшеств нет. Если говорить про то, что Суперстор предполагает достаточно большое количество коллабораций с поставщиками, по крайней мере, в предыдущих ваших проектах их было очень много. Здесь есть какие-то особые вещи, которые вы реализовали совместно? Здесь есть несколько мест дополнительной выкладки. Кстати говоря, поставщиками оформлены эти места тоже в соответствии с тематикой магазина. Какой-то прямо узкой, такой специфичной коллаборации в этом магазине, наверное, нет. А у вас это одна из самых ярких коллабораций была? Это, наверное, шоколадная фабрика была. Тольятти? Тольятти – это ВАЗ, спортивная команда ВАЗа. Там немножко другого порядка, конечно, коллаборация. Это такой глобальный проект. И это коллаборация не с поставщиками, а с заводом, в котором, наверное, работает точно один член семьи, живущий в Тольятти. Да, но здесь есть какие-то элементы, но они немногочисленные и не очень глобальные. А если вот задумываться об новых проектах, вы придумали какой-то опять очередной магазин, очередной город, начинаете просчитывать возможность там реализации чего-то такого яркого и интересного. Вот как об этом узнать поставщикам и как об этом узнать, например, городу, о том, что вы это делаете? Вы сами идете и договариваетесь? Да, мы сами идем, договариваемся, мы сами рассказываем об этом. Яркий пример Самара, например, где Самара космическая называется. А ведь тематика выбрана, потому что в Самаре есть завод по производству космических кораблей, спутников. И да, мы пришли, рассказали, сказали, что вот у нас есть такая история, мы хотим ее воплотить. Мы получили одобрение, всем это понравилось, идея. А с поставщиками, да, мы действительно на этапе разработки проекта, мы с поставщиками общаемся, предлагаем им поучаствовать. Кто хочет, в каком хочет объеме. Безусловно, все это проходит наш совет, художественный совет, так назовем, чтобы это было в соответствии с тематикой магазина. И поставщики очень с большой готовностью, на самом деле, идут на это. Они действительно делают тематические элементы, тематические элементы в оформлении своих стендов, своих стеллажей. Но эта работа исходит от нас. Если говорить про категорийные проекты, которые... Ну вот в этом магазине я особо не увидела, вот явно крупные какие-то отдельные проекты. Но, например, в шоколадной фабрике, насколько я предполагаю, там все-таки кондитерка очень сильно представлена. Вот скажите мне, пожалуйста, в тех магазинах, где вы специальным образом проработали какую-то конкретную категорию, вы видите ли рост? И готовы ли вы такие истории распространять на других магазинах? И делает ли вы распространение на этих проектов вот в масштабе? Там, где есть упор на какую-то категорию, конечно же, мы видим рост. Очевидно, этому больше внимания, этому больше места, этому больше, может быть, даже ассортимента. В этом, как бы, может быть, даже суть всего магазина. Но важно сказать, что во всех редизайнах, во всех без исключения, мы видим существенный прирост продаж. И вот в ряду тематических редизайнов этот прирост продаж еще выше. То есть людям нравится, покупателям нашим нравится то, что они встречают, когда приходят в магазин. Это интересно, это оставляет какое-то внимание. Они возвращаются заново для того, чтобы, может быть, еще раз увидеть, еще раз там какие-то элементы обнаружить. Потому что, когда ты приходишь первый раз, вот особенно в этот магазин, или так, подобный магазин, да, сначала бросается в глаза, что этот магазин в принципе изменился. Особенно, когда он 8 лет работал, в какой-то степени он уже износился, безусловно. Ты приходишь, и, о, что-то новое. В следующий раз ты приходишь, и вот элементы декораций. В третий раз приходишь, вот тут буковки, чего-то значат, наверное, да, СЗ там и так далее. Вот, и это всегда, это всегда вызывает интерес. Вот, поэтому магазины растут, все категории растут, они поддерживаются вот этим интересом покупателей, которые начинают приходить. Во-первых, трафик растет, во-вторых, чистота, и количество товаров в чеке растет. Вот я сейчас приехал, вот вчера ночью буквально с открытием другого нашего магазина. Он, может быть, казалось бы, не такой значимый для компании, но он был, там, принципиально важен для меня. Это магазин, наш гипермаркет в Тосно, в Ленинградской области. И вот мы в этом магазине после редизайна сейчас фактически вернули продажи, там, скольки, там, пятилетней давности. То есть пять лет падало? Вот. И сейчас это все возвращается. Сейчас это все возвращается, сейчас возвращается трафик, возвращаются люди, и магазины начинают расти. А если вот говорить про то, что вы магазины не закрываете на время редизайна. Не закрываем. А вот этот магазин, сколько времени он перестраивался? Ну, вообще, средняя... 40-60 дней в среднем, от 40 до 60 дней идет работа. Ну, здесь полы мы меняли, если обратить внимание, да, это более сложная работа. Я прямо сразу отметила, что полы в идеальном состоянии. И это, кстати говоря, очень сильно замечаешь, когда посещаешь другие магазины после открытия. И если пол не поменяли, и он прям очень кардинально меняет картинку. Пол много что дает, конечно, да. Но пол вместе с этим дает и дополнительную нагрузку, конечно, для персонала магазина, потому что мы не останавливаем работу. И нам приходится, соблюдая, кстати говоря, все требования по условиям хранения реализации, по срокам и так далее, и так далее, вот это все переносить из угла в угол для того, чтобы там какими квадратами сделать этот пол. Отдельно отмечу, здесь не пахнет стройкой от слова совсем. Конечно. То есть все, как бы... Ну, вы знаете, я представляю, сколько технических работ, и даже в режиме домашнего формата, когда ты стройку ведешь, ты это чувствуешь. Здесь явно ощущение, что это просто живой магазин, который при этом открылся буквально сегодня в полной мере. Если говорить про падение оборот, вот насколько за то время, пока вы строили этот магазин, и сколько в среднем падают продажи, и как быстро они восстанавливаются? Восстанавливаются они моментально, как только магазин готов. При том, что вот иногда бывает так, что и ленточка режется через несколько дней после его окончательной готовности. Готовность, по факту, это даже не столько, что мы вот фрезы повесили, да. Готовность, когда встанет весь ассортимент на оборудование. Покупатели понимают, да, когда они приходят, они видят рабочий процесс, они понимают, что, ну, надо чуть-чуть потерпеть. Поэтому продажи восстанавливаются мгновенно после того, как встает полностью зал. А падение по-разному. Где-то в среднем от 20 до 40, ну, плюс, бывает иногда чуть больше, но где-то вот такой порядок процентов падения к предыдущему периоду. Но потом, как я сказал, все восстанавливается уже так, с лихвой. Ну, мне уже так немножко подсказали, что здесь уже прям даже восстановился, восстановился как покупательский поток, так и продажи вот именно на этом объекте, что, естественно, опять показывает, в принципе, что вы просчитали все достаточно четко и хорошо. Если говорить вот про сложности, все-таки вот процесс, вот мы работаем, вы работаете, стройка идет, куча согласовательных моментов, куча подрядчиков здесь на объекте. Но все же, вот как вот этот период происходит? Кто-то из Краснодара приезжает параллельно курировать? Ну, вот просто чисто немножко по операционным, если можете рассказать. Ну, поначалу это так и было, на самом деле. Первые, там, пару-тройку гипермаркетов, и я сам ездил, и на стройки я приезжал. Мы это выверяли, где что ставить, где выключатели по колоннам. То есть, реально, вот я лазил по стройкам. Дальше стандартное техническое задание для подрядчиков. Их много, действительно много. Они работают все параллельно, не мешая друг другу. У нас очень сильная команда строителей, наше внутреннее отдел строительства и запуска гипермаркетов. Ребята очень опытные, действительно мощные. Которые организовывают работу удаленно, но при этом с регулярным контролем на месте. На этой неделе, кстати говоря, вот, например, мы открываем сразу 8 гипермаркетов. 8. И все они, вот, ну, часть уже открылась, все они вот в таком состоянии. То есть, они все идеальны, у них ничего не пахнет, у них вся кончена работа. И надо не забывать, что ведь мы делаем не только торговый зал, а вот по моему глубокому убеждению и требованию, мы же делаем еще и бэки для сотрудников обязательно. Да, это столовые, раздевалки, коридоры, офисные помещения. Все те места, где сотрудники пребывают вот вне торгового зала. Это очень важно, потому что люди должны уважать себя, уважать свое место работы. И на самом деле это сказывается и на их, на их отношении к работе, на их отношении к компании и лояльности к покупателям. Вот, так что мы это делаем системно, удаленно, с регулярным контролем на местах. Сколько сейчас осталось вам еще обновлять гипермаркеты? Много. Еще много, чего предстоит сделать. И мы сейчас ищем возможности для того, чтобы, не теряя качество, не теряя суть этого дизайна, сделать его немножко, может быть, более адаптивным, более дешевым. Ну, не дешевым в смысле, а вот меньше. Вы же видели, наверняка знаете, как за последний год увеличилась стоимость материалов строительных, оборудования, рабочие силы. Ну, драматический рост, драматический. Еще это все сопровождается тем, что поставщики опаздывают с доставкой оборудования. Я думаю, что это не секрет для отрасли, у всех подобные ситуации. И мы сейчас ищем возможности для того, чтобы адаптировать вот эту инвестиционную составляющую и продолжить делать массовый редизайн во всех магазинах, которых осталось еще и сделать. А если вот так громко, что проще, реновация или строить с нуля для вас? Хороший вопрос. Хороший вопрос. На самом деле, с технической точки зрения, это не важно. Если хорошее здание, крепкая коробка, то проще сделать и дизайн, потому что это все-таки внутренняя работа. Никаких тебе земельных работ, работ по подключениям, строительство самого по себе здания. Если говорить о людях, работающих в магазине, то очень часто это зависит от того, насколько был ментальный простой людей в работе. У нас, мы, слава богу, с этим не сталкиваемся в магните, но я сталкивался с подобным эффектом в других сетях. Когда ты приходишь к людям, которые не работали несколько месяцев, очень часто проще запустить процесс заново. Потому что люди привыкают ничего не делать и очень сложно, очень сложно возвращаются в работу. Но возвращаются, безусловно. Все можно сделать, все регулируется, все отрабатывается. Вопрос, что проще? Вот в данном случае было бы проще возвести новый объект. Мы сейчас смотрим, очень быстро обновляются гипермаркеты, но у нас еще есть такая история, когда старые магазины формата у дома, сейчас совсем старом дизайне. Все-таки когда совсем-то старого дизайна перестанет быть на просторах России? Это вопрос экономической целесообразности очень часто. Мы открываем магазины в новом формате, конечно же, и сеть прирастает до тысячи магазинов каждый год. И продолжаем доделывать редизайны в магазинах у дома. Вот в МК мы буквально недавно открыли новый формат «Магазин в косметик». Очень рекомендую посмотреть их. Действительно интересный магазин получился. Плюс ко всему мы сейчас добавили дискаунтер, тоже очень важно. «Сити» не очень активно, но развивается. То есть руки дойдут до всего. Просто не все возможно сделать мгновенно. В этом году у нас план по редизайну магазинов у дома 600 штук, например. Сколько уже выполнено? Половину выполнено уже. Еще время есть. Время есть, да. Ну, опять же, есть рыночные сложности, связанные с тем, что я рассказывал по стройке. Но время есть, мы сделаем. А есть ли варианты, где появятся следующие суперсторы? Сколько у вас? Вот именно, ну как, я понимаю, что есть обновления, а есть вот новые, вот такие тематические. Сколько еще у вас до конца года тематических открыть? До конца года больше не будет. Ну, мы откроем сейчас, дооткрываем еще один в Краснодаре. Очень интересный магазин. Будет называться «Путешествие». И в этом году с тематикой все. В следующем году мы пока прорабатываем план редизайна, в принципе, на год. Там посмотрим. Что-то наверняка будет. Ну, и, наверное, последний вопрос. А что же вообще происходит в целом с форматами? То есть у вас все равно их много. Вот этот «Магнит-Мастер» мы с вами смотрели в апреле. И чем можно похвастать по итогам второго квартала? Ну, вот, слушай, у нас уже полгода полностью прошли. И вот явные такие планы до окончания года и вперед. Ну, мы стремимся выполнить план по открытиям всех наших основных форматов. И сейчас у нас сюда добавился к нашим планам, добавился дискаунтер. И дискаунтером мы действительно стремимся открыть 200 магазинов в этом году. А сколько сейчас открыт? Сейчас 89. И в пайплайне там достаточное количество для покрытия наших планов. Я вообще хотел бы открыть еще больше, конечно, дискаунтеров. Посмотрим. Может быть, может быть, не знаю. Получится, не получится, не знаем. Причем 200 мы планируем открыть до конца года. Соответственно, дискаунтеры у нас сейчас показывают великолепный результат. Великолепнейший. Я не буду сейчас там делиться цифрами. Придет время, мы обязательно об этом скажем. У нас не так давно был звонок инвесторский. Мы рассказывали о дискаунтере. И подведем итоги чуть позже. Вот уже по году, скорее всего. И, вероятнее всего, дискаунтеров станет у нас уже стандартный наш план развития, как отдельный формат. Это дискаунтеры. По магазинам дома, ну, наверное, там очевидно. Мы продолжаем развивать. Это наш основной формат, безусловно. Мы будем открываться. И открываться повсеместно, по всей стране. У нас достаточно не созданные планы по некоторым территориям даже. Мы в этом году вышли в Дагестан, в Ингушетию, в Новый для нас. А как вот там? Насколько сложно сейчас развиваться? Такой же регион, как... Обычная жизнь? Да, обычная жизнь. Очень красивая природа. Отзывчивые люди. В общем, мне очень нравится. Вообще, наш Кавказ и Дагестан, и Ингушетия в этом числе не исключение. Так вот, магнит косметик. Сейчас попробуем новый формат, новую концепцию. Пока что он показывает себя очень позитивно. Людям нравится. Прокупателям, сотрудникам. Всем очень нравится. Я думаю, что мы потестируем еще несколько магазинов, которые откроем в ближайшем будущем. И в начале года будем принимать решение о дальнейшей раскатке этого концепта. Мы будем делать и редизайн, и открываться уже в новом концепте. И что еще? Ну и мы, кстати говоря, не отказываемся от планов по супермаркетам и гипермаркетам. И они у нас тоже есть в целях. Мы тоже там смотрим активно рынок. Ну, понятно, что не такие количества, как магазину дома. Да и такие сейчас, наверное, не нужны. Но, тем не менее, у нас есть свободные территории, где еще есть емкость. Мастер. Мастер все еще в стадии теста. О нем рано еще говорить. Магнит-оптный, магнит-вечерний и сворачиваемся. Оптумы закрываем, вечерний и закрываем. Ну что ж, у нас такое получилось включение из Тюмени. Руслан, очень много что успел рассказать. Следим за тем, как коллеги продолжают развивать свою сеть и делать новые проекты. И все, что вы увидели в нашем видеоролике, мы еще можем... Вы сможете еще увидеть в текстовом формате. Читайте. Спасибо, что были с нами. И до встречи в новых эфирах. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.